МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговая программа Большие новости. С вами Анна Дребнева. О самых интересных событиях недели расскажут журналисты телеканала Волгоград-1. В Дзержинском районном суде Волгограда продолжается рассмотрение дела о подмене органов и финансовых махинациях в отношении бывшего главного патологоанатома Вадима Колченко. На этот раз обвиняемый захотел пообщаться с журналистами на камеру. В Дзержинском районном суде вновь не состоялось очередное заседание по делу о подмене органов и финансовых махинациях под анатомического бюро. Процесс перенесли из-за неявки двоих потерпевших и болезни адвоката одного из подсудимых. Напомним, что это запутанное и сложное дело состоит из нескольких. Первая часть обвинения относится к экономическим преступлениям. По данным следствия, сразу несколько медиков были причастны к финансовым махинациям, совершаемых в патологоанатомическом бюро. Вторая часть обвинения касается подмены органов умершей роженицы Елены Мочкалян. Сегодня нам удалось пообщаться и с супругом погибшей молодой женщины Арамом и с обвиняемым Вадимом Колченко. Мы готовы приводить все аргументы в свою защиту, приводить тех людей, которые на самом деле могут подтвердить и мою непричастность к совершению событий и вызывать в суд в качестве свидетелей, а возможно потом и обвиняемых сотрудников следственного аппарата, которые во многом под давлением определенных сил некачественно проводили следствие систематически, нарушали наши права, отклоняли ходатайство, не знакомили нас вовремя с назначением экспертиз, задним числом заставляли под психологическим давлением подписывать ознакомление, то есть очень много нарушений. Я надеюсь, что справедливость в конечном итоге восторжествует. По мнению подсудимого вина, следствие есть и в переносах судебного заседания из-за неявки потерпевших. Вадим Алексеевич настаивает на некачественной, недобросовестной работе органов Следственного комитета. Вызванные в суд лица не проживают по указанным адресам, что тоже, в общем-то, прискорбно, поскольку следствие так проводило свою работу, что даже не установило место проживания вызываемых в суд свидетелей. Это тоже свидетельство о качестве следствия, которое торопилось быстрее и быстрее засунуть дело в суд. Арам Мочкалян придерживается немного другой точки зрения. Мужчина, дошедший в прошлом году до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, отмечает негативную, но явно прослеживающуюся тенденцию оттягивания судебного разбирательства. Для нашего судебного заседания это становится нормой, когда не является адвокатом. Что касается потерпевших, которые нужно допросить, ну, честно, уже до этого их вызывали неоднократно, неоднократно, и никогда их не было, никогда не приходили. Я не пойму, в чем причина, или не могут вызвать нормально, или в чем-то другом кроется. Или они просто не хотят говорить об этом. Но по факту мы имеем то, что очередной раз у нас из девяти заседаний уже пятый раз переносится. Телеканал «Волгоград-1» продолжает следить за сложным и запутанным делом, в котором пока ясно только одно. Погибших жену и сына Араму Мочкаляну не вернет ни один суд. Следующее судебное заседание состоится через неделю, 17 октября. Анна Дребнева, Диана Бакулина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». Благо или выгода? В Волгограде разгорелись жаркие споры вокруг идеи строительства дельфинария. Да не где-нибудь построить, а на месте заброшенного бассейна в Краснооктябрьском районе. Идея зародилась в администрации Волгограда. Кто-то воспринял ее с радостью. Мол, город развивается, а кто-то создал петицию за отказ от строительства фабрики и эксплуатации животных. О возможном появлении на территории Волгограда дельфинария жители узнали из поста депутата регионального загсобрания Алексея Володского в одной из соцсетей. Тема вызвала широкий общественный резонанс. И на этот раз лайками за и комментариями против реализации данного проекта общественность не ограничилась. Петицию против строительства дельфинария и эксплуатации диких животных, в том числе морских млекопитающих, уже подписали около 2000 волгоградцев. Это сейчас инвестор обсуждает в администрации, если бы вынес это предложение на публичное обсуждение. Можно его, конечно, сделать, да, но если он не будет востребован, не будет людей, наверное, было бы неправильно такие проекты реализовывать, которые не имеют поддержки, не будут у людей. Я знаю, что там родители детей из ЦП обращались тоже с просьбой, чтобы он все-таки был у нас. О чудодейственной силе дельфинотерапии при лечении заболевания опорно-двигательного аппарата у детей и до сих пор ходят легенды. Многие родители хватаются за эту методику, как утопающие за соломинку. Однако зоозащитники склонны доверять лишь фактам и результатам многолетних исследований. Дельфинотерапия – это шарлатанство чистой воды. Нет никаких хороших подтверждений эффективности данного метода для лечения детей от каких-то заболеваний. Более того, совместное плавание детей с дельфинами в одной воде может нести достаточно серьезные риски по заражению разными инфекционными и вирусными заболеваниями. Поэтому здесь чистая вода и древность. Жаркие споры вокруг строительства дельфинария подогреваются и интересным местом, которые хотят отдать под инвестпроект территорию заброшенного бассейна «Волна» спортивного комплекса «Зенит». Бассейн этот, по словам чиновников горадминистрации, восстановлению не подлежит, потому нет никаких препятствий, чтобы отдать эту территорию частному инвестору. В том, что дельфинарии – это чистой воды бизнес, без социальных примесей, согласны и финансовые эксперты. Строительство подобных объектов, если, конечно, отбросить моральную составляющую, выгодно и инвестору, и городу. Волгоград – не исключение. У нас все-таки в городе не так много объектов, которые могут вызвать какой-то интерес, и жители города, и гостей. В общем-то, мне кажется, туристическая ценность города от этого выиграет. Однозначно, конечно, когда мы говорим про бассейн, коммерческая ценность таких объектов, она ниже, естественно, чем дельфинарии, потому что мы сами понимаем, что это зрелище, это совсем другие цены. Поэтому, конечно, коммерчески выгодно иметь дельфинарии, к сожалению, чем бассейн. Пока инвестиционное предложение о строительстве дельфинария находится в стадии рассмотрения. По словам депутата Алексея Володского, решать в любом случае волгоградцам. За ними последнее слово. Кстати, это самое слово парламентарий посоветовал направлять напрямую главе Волгограда Виталию Лихачеву, так как подпись на окончательном решении будет поставлена именно им. Ольга Терентьева, Игорь Радковский, телеканал «Волгоград-1». Волгоградский активист Михаил Соломонов совместно с ГИБДД подвел статистику смертности пешеходов в ДТП в Волгограде. Только за 9 месяцев десятки аварий и смертей в разных районах города. Причин высокой аварийности, по мнению Михаила, несколько. Волгоградский общественник Михаил Соломонов опубликовал в своих социальных сетях статистику ДТП из разных районов города за 9 месяцев этого года. Цифры ужасающие. Только в одном красноармейском под колесами автомобилей погибли десятки человек. И большинство этих жертв не погибли случайно. А их именно убили опасные проекты организации дорожного движения. И пока мы это не признаем и не начнем работать над системными факторами аварийности вместо поиска прямых виновников ДТП, мы так и будем считать трупы на улицах нашего города. Одним из самых потенциально опасных участков дорог Михаил называет «перекресток» в центре города. Мы встретились с общественником на пересечении улицы Комсомольской с проспектом Ленина. Михаил озвучил причины высокой аварийности на этом участке. На мой взгляд, это высокая скорость, потому что в городе сейчас у нас 60 км в час, плюс 20 допустимые превышения, которые как раз и провоцируют водителей ехать со скоростью 79 км в час. И вот я сам езжу за рулем, что если я еду меньше 75, соответственно, я уже начинаю создавать помехи для других водителей, потому что они едут быстрее. А по правилам движения вы должны ехать со средней скоростью потока. Второй, не менее важной причиной аварии, Михаил называет плохую видимость пешеходных переходов, обилие наружной рекламы, светодиодные экраны, конкретно на этом перекрестке, глухие заборы, закрывающие водителям обзор. Все это в сумме создает комфортные условия для ДТП. Как раз вот эти моменты все и приводят к ДТП. Сейчас вот у нас последнюю статистику, я которую выкладывал, за сентябрь последние данные, за 9 месяцев 36 человек уже погибли. И ну я считаю, что правильно говорить не погибли, а убиты. Потому что, опять же, в правилах движения нормативно-правовые акты все говорят о том, что автомобиль – это средство повышенной опасности. По сути, это вот как автомат. Вы с автоматом по дороге ходите, и в любом случае, если создать инфраструктуру, которая будет провоцировать вас нарушать. И, по сути, окружающая инфраструктура не позволяет ему вовремя увидеть пешехода, вовремя остановиться. И он, используя автомобиль, убивает человека. Убивающей, по мнению Михаила, является и инфраструктура на пересечении Комсомольской проспекта Ленина. Отсутствие там комфортной среды для маломобильных групп населения, обилие рекламы, отсутствие пандусов, подземных переходов заставляет людей нарушать правила, поскольку выхода у них другого нет. Это место концентрации дорожных транспортных происшествий. Только за этот год уже больше 10 аварий здесь произошло. Если не ошибаюсь, 4 пострадавших было в этих авариях. И общественный транспорт попадал в аварии здесь. Плюс это усугубляется тем, что здесь нет пешеходных переходов. Наземных. Здесь есть только подземные переходы. И, опять же, исследование, которое мы здесь проводили, это приводит к тому, что 93 человека в час пик пешеходов переходят дорогу по проезжей части, нарушая правила дорожного движения. Но это нарушают те, которые идут по проспекту справа и слева. Те, кто переходит по бульвару, не нарушают, потому что у них нет другой возможности. Здесь нет никакого подземного перехода. И самое главное, что 25% из тех, кто нарушил и перешел в проезжую часть, по сути, подвергая себе опасности, это маломобильные группы населения. Все эти аварии произошли на пересечении улицы Комсомольской с проспектом Ленина. Пока наездов на пешеходов здесь не было. Но, по мнению Михаила, это лишь вопрос времени. Потому что люди перебегать дорогу здесь вряд ли перестанут. Слово в подтверждение. Пока наша съемочная группа находилась на перекрестке, более 10 человек пересекли проезжую часть в неположенном месте. Большинство из них – старики и инвалиды. Почему вы перешли здесь через дорогу? Потому что мне тяжело спускаться в подземный переход и подниматься. А здесь мне легче. Я инвалид. Вот все. Этот мужчина правил дорожного движения не нарушил. Ведь перешел он здесь из-за отсутствия в зоне видимости оборудованного и разрешенного пешеходного перехода. Практически аналогичная ситуация со стороны проспекта. Только здесь люди могут воспользоваться подземным переходом. Но спуститься туда, к сожалению, могут только молодые и здоровые. Что делать остальным – вопрос риторический. Почему вы через дорогу перебитаете? Потому что в подземный переход очень трудно с больными коленками. Которые уже давно порой менять. Но 100 тысяч на одну коленку нет. Поэтому уже как получается, так и получается. Ну, смотришь, только загорелся свет, наверняка успеешь пройти. И все. И даже когда здесь вот по полдюжины этих милационерчиков стояло, ничего, так привет, привет, пошли. Потому что вот дом рядом, как еще. Не бой же через щепурники ходить с такими ногами дохлыми. Выход из этой ситуации, по мнению Михаила, есть. Нужно менять дорожно-транспортную инфраструктуру. Делая ее комфортной не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Поскольку эта категория граждан остается самой незащищенной на дороге. Диана Бакулина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». Страшная семейная драма, которая переросла в трагедию, разыгралась в Котовском районе Волгоградской области еще в августе прошлого года. Накануне следователи регионального управления передали дело в прокуратуру. Два дома и две семьи, одну из которых уничтожила женская ревность. 24-летняя жительница Котова приревновала супруга к многодетной соседке. И как-то вечером в состоянии алкогольного опьянения молодая женщина решила отомстить сопернице. Она подожгла дом, в котором мирно спала вся семья. Супруги трое их маленьких детей и дедушка. В страшном пожаре погибли трехлетняя девочка с отцом и пожилой мужчина. Остальным членам семьи удалось спастись. Уголовное дело было возбуждено по статье убийства. О мотивах своего страшного поступка подозреваемая расскажет в суде. Волгоградские пожарные накануне спасли трехлетнего малыша от гибели. Мальчика оставили одного дома с открытым окном. Малыш стоял на подоконнике седьмого этажа и громко плакал. Прохожие, увидев такую картину, мигом отреагировали и вызвали спасателей МЧС. Подробности далее. Накануне в поселке Ангарский прохожие заметили в окне восьмого этажа плачущего мальчика. Неравнодушные волгоградцы, не теряя ни минуты, вызвали спасателей. При помощи автолестницы сотрудники МЧС добрались до восьмого этажа и сумели предотвратить трагедию. По словам очевидцев, трехлетний малыш находился дома один не первый раз. Его воспитывает только мама, которая каждое утро уходит на работу, оставляя ребенка одного. Диана Бакулина при поддержке пресс-службы ГОНЧС России по Волгоградской области. Восемь лет колонии за контрабанду запрещенных в России препаратов. Такой срок грозит жительница Волжского. Оперативники обнаружили и изъяли у женщины 6 килограмм незаконных препаратов стоимостью более 7 миллионов рублей. Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы Волжского. Молодая женщина обвиняется в совершении 12 эпизодов преступлений. Ей инкриминирует контрабанду сильнодействующих веществ в крупном размере. По версии следствия, обвиняемая является индивидуальным предпринимателем в период с сентября 2016 года по август 2018 года через интернет заказывала и организовывала доставку с территории Казахстана и Кыргызстана препараты, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин. Данное вещество является психоактивным анорексигенным лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Согласно законодательству, сибутрамин, а также его структурные аналоги, обладающие схожим психоактивным действием, входят в список запрещенных сильнодействующих веществ. В дальнейшем через свой интернет-магазин женщина распространяла запрещенные препараты на территории 13 субъектов Российской Федерации. В ходе операции по пресечению противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов изъято из незаконного оборота более 6 килограммов запрещенных сильнодействующих веществ, стоимость которых составляет порядка 7,5 миллионов рублей. Свою вину Волжанка полностью признала. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области на рассмотрение в Волжский городской суд. Приприимчивой женщине грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Праздник превратился в трагедию. В Михайловке произошло страшное ДТП с участием несовершеннолетних. Ночью молодой водитель, решивший покатать своих друзей, не справился с управлением. По предварительной информации сотрудников госавтоинспекции, 18-летний водитель только несколько месяцев назад получил водительское удостоверение. Известно, что в машине находились два его друга и две сестры, одной из которых не было и 18 лет. Одна из версий случившегося – молодой человек ввиду отсутствия опыта просто не смог справиться с управлением. 18-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ 6-й модели, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил столкновение с деревом. В результате данного ДТП от полученных травм на месте аварии скончались водитель и трое его пассажиров, среди которых была девочка-подросток 16 лет. Еще один 18-летний пассажир шестерки с различными травмами был доставлен в больницу. От удара автомобиль буквально превратился в груду искореженного железа. В ГИБДД предполагают, что это произошло из-за сильного превышения скорости. В инспекции пояснили, что сейчас идет разбирательство этого ДТП, назначены необходимые экспертизы. Сабина Саблина при поддержке пресс-службы ГОИ МВД России по Волгоградской области. ГОИ МВД России по Волгоградской области Инспекторы ГАИ изучили видео с камерой и определили марку скрывшейся машины. Развискивается Hyundai Solaris черного цвета. Очевидцы могут обратиться в дежурную часть ГИБДД города Волгограда по телефону, указанному на экране. 30-летний безработный волгоградец в составе преступной группы целый год обманывал страховые компании. За это время он смог похитить почти 4 миллиона рублей. Какой срок грозит злоумышленнику – далее в нашем материале. В громкой истории уже почти три года разбираются правоохранительные органы Волгоградской области. Преступная схема по обману страховых компаний была раскрыта в 2016 году. Известно, что несколько человек предоставляли фирмы ложные данные о ДТП и за это получили компенсацию. Известно о 96 случаях. Сумма только за один год набежала в несколько миллионов рублей. Всего с использованием фиктивных экспертных заключений, изготовленных обвиняемым, участниками преступного сообщества, получено возмещение на сумму порядка 4 миллионов рублей. Свою вину обвиняемый мужчина признал. Материалы дела сейчас направлены в Центральный суд Волгограда. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Сабина Саблина при поддержке прокуратуры Волгоградской области. Волгоградская область представила свой стенд на крупнейшей всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходит в эти дни в Москве. У нашего региона главной темой этого года стал уникальный в масштабах страны проект по обводнению Волгохтубинской поймы. Его оценили Дмитрий Медведев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Волгоградская область стала участниками ежегодной агровыставки «Золотая осень», которая проходит традиционно в столице нашей страны. К делегации присоединились не только представители власти, но и сельхозтоваропроизводители, а также ученые. В работе принял участие и губернатор региона Андрей Бочаров. Он представил председателю правительства Дмитрию Медведеву уникальный проект обводнения Волгохтубинской поймы. Данная разработка даст серьезный экологический, социальный и экономический эффект. Важная и тяжелая тема. Сегодняшний день мы уже приступили к проектированию. Завершим проектирование к концу 2020 года. Из себя представляет канал порядка 30 километров протяженности. И это даст нам возможность в два раза увеличить... В пойму идет? Да, это идет прямо в пойму, в реку Ахтуба и в Волгохтубинскую пойму. Обводнение поможет решить ряд экологических проблем на территории, где проживают полмиллиона человек. Например, проект позволит аграриям увеличить практически вдвое количество орошаемых земель. А производство овощей должно возрасти до 2 миллионов 200 тысяч тонн в год, что обеспечит продукции не только регион, но и на 20 процентов снизит зависимость страны от экспортных овощей. Овощи в Волгородской области пользуются очень хорошей популярностью среди жителей страны и за рубежом. Это общепризнанный факт. Качество очень высокое. И, естественно, это наше преимущество перед другими регионами. И свое преимущество мы должны реализовывать в полном объеме. Вот реализация этого проекта, проекта по-настоящему уникального, по всем позициям уникального. Агровыставка – это не только представление проектов и своей продукции, но и работа различных площадок. Эксперты обсуждают вопросы развития сельских территорий, животноводства и реализации инвестпроектов. Работа отдельных площадок посвящена миллиардативному комплексу. Стоит сказать, что Волгоградская область является лидером по объему средств, направленных из федерального бюджета для этой цели. Только в этом году выделено почти 570 миллионов рублей. Известно, что до конца декабря в эксплуатацию ведут 18 новых участков общей площадью около 8 тысяч гектаров. Сабина Саблина при поддержке пресс-службы администрации Волгоградской области. В Среднеохтубинском районе прошло совещание, посвященное вопросам развития промышленности Волгоградской области. Губернатор Андрей Бочаров посетил предприятие, изготавливающее автомобильную и бытовую химию. Здесь инженеры создают инновационные продукты, способные заменить иностранные. Губернатор Андрей Бочаров посетил предприятие в Среднеохтубинском районе. Крупнейшая в России по выпуску профессиональной автомобильной и бытовой химии. Только за первые шесть месяцев 2019-го здесь отправили на экспорт на 65% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Производство отличается не только современным подходом к выпуску товара, но и к распорядку дня рабочих. Это наша доска для стендапа. Она разделена на участников, на технологов. 8 штук. И мы каждый день собираемся, говорим, что мы сделали вчера, что мы будем делать сегодня. В настоящее время компания возводит новый производственный цех, а также распределительный центр с административно-бытовым корпусом общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Это позволит увеличить производственные мощности в три раза и создать более 300 новых рабочих мест. С 2019 года предприятие принимает участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Своим примером компания показывает, что можно не только развить с нуля подобный бизнес, но и быть востребованным в 65 странах мира. Шаг за шагом предприятие развивается, заказов достаточно много, заказы постоянно пополняются. Но именно нацеленность на конечный результат всей команды и дает такой очень позитивный и хороший результат. С нуля, вообще с нуля, создано предприятие, которое конкурирует с лучшими или ведущими мировыми компаниями в этом сегменте. По итогам встречи губернатор области отметил, что быстро развивающимся компаниям, которые начали своего производства с нуля, необходимо предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки. Сейчас у правительства региона в планах на следующий период создание еще не менее 40 промышленных объектов. В Волгограде жителям 300 домов пересчитали взносы за капремонт на общую сумму более миллиона рублей. Нарушение законодательства, регламентирующего проведение капитального ремонта многоквартирных домов, выявила областная прокуратура. В январе текущего года в программу капремонта при ее актуализации были включены 303 многоквартирных дома. Согласно законодательству, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений по истечении трех календарных месяцев с момента официального опубликования утвержденной региональной программы. Изменения, касающиеся этих многоквартирных домов, опубликованы были в феврале. Начисление взносов на капитальный ремонт по данным многоквартирным домам было произведено с мая 2019 года. По причине того, что при определении периода обязанности по оплате была учтена не дата официального опубликования, а дата вступления постановления в законную силу. Таким образом, первые начисления регоператор обязан был произвести собственникам за июль. Однако первые квитанции жители получили на месяц раньше. В настоящее время нарушения устранены. Рекоператорам был произведен перерасчет. И жители всех 303 домов получили квитанции с корректировкой начислений. Осенне-зимний период – самое благоприятное время для вирусов. Защититься от них, по словам медиков, поможет вакцинация. На октябрь, по данным регионального Роспотребнадзора, прививками против гриппа охвачено 20% населения. Это около полумиллиона жителей области. В Волгоградской области продолжается вакцинация от гриппа. Прививают горожан, по данным Роспотребнадзора, вакциной «Совик-Грипп». Поступившая в область первая партия этого препарата израсходована в государственных учреждениях здравоохранения на 92%. В том числе полностью израсходована вакцина для взрослого населения в нескольких районах области. В первоочередном порядке прививки против гриппа получали наиболее подверженные риску заражения категории населения. Медицинские работники, их привито 92%, педагоги – 77%, работники транспорта, сферы обслуживания и коммунальной сферы – 47%. Прививки были сделаны и детям. Около 38% ребятишек Волгоградской области получили прививки от гриппа. И снова капитальный ремонт. И вновь специалисты привели в порядок красивый и сохранивший исторический облик здания на улице Огарева. Что было сделано за это время и как проходил ремонт в нашем следующем материале. Дом на улице Огарева был построен еще в советские годы. В 2019-м сюда пришел капитальный ремонт. Здание обновили и вернули ему исторический облик. Такой старый, но такой красивый дом номер 7 на улице Огарева. До него дошла очередь капитального ремонта. Перед специалистами фонда стояла непростая задача. Здание является объектом культурного наследия. Реставраторы и маляры работали с особой осторожностью. Выступили на объект 15 апреля этого года. На данный момент уже выполнены работы по замене кровли, ремонту фасада, усилению фундамента и ремонту подвальных помещений. На лицевом фасаде этого дома очень много декоративных элементов, которые требуют скрупулезной работы по восстановлению и сохранению этих объектов. Работы выполнены еще не до конца. Остались небольшие недоделки по фасаду и работы с коммуникациями. В целом жители дома остались довольны. Жалуются на висящие на фасаде провода. Но это уже вопрос к управляющей компании. Я живу в этом доме с 2004 года. За это время второй у нас капитальный ремонт дома проходит. И достаточно, в общем-то, на высоком уровне. Первый раз, правда, не очень было. Прошлый капитальный ремонт оборвали. А в этом году ребята делали все аккуратно. Работа на объектах культурного наследия – это особая ответственность для подрядчика и для фонда. Все проекты проходят несколько этапов согласования, и сама работа по завершению оценивается в несколько раз строже, чем обычно. Более подробно о работе фонда капитального ремонта в Волгограде мы расскажем в ближайшей программе ЖКХ. В мэрии Волгограда сообщают, что все планово-предупредительные работы на теплосетях завершены. Приход тепла в квартиры волгоградцев зависит только от погодных условий. Горожан предупреждают, что тепло сразу и во всех домах не появится, а потребуется какое-то время для пуска наладочных работ. Отопительный сезон, согласно постановлению правительства, начинается на шестой день после того, как среднесуточная температура наружного воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла. Пока, по всем прогнозам, такие показатели установятся на столбиках термометров волгоградцев только 23 октября. А сейчас давайте посмотрим небольшую рекламу. Далеко не уходите. Японская спецтехника КАМАЦУ от официального дистрибьютора ИСТК. Круглосуточная техподдержка и склады запчастей. Работаем по всей России. 8 800 555 21 12. Один из лучших актеров театра Виктюка Дмитрий Бозин. Сольная программа «И не затевай». 18 октября в ДК «Профсоюзов». Билеты на сайте кассир.ру и в кассах города. Варикоза хотели избавиться. Самое время. Вам цены понравятся. На лечение скидка до 15%. Клиника «Варикоза.нет». 96 85 75. 8 октября в Ворошиловском районе пропала собака породы Бигль по кличке Филимон. Нашедших просьбу вернуть за хорошее вознаграждение. С 1 по 13 октября Волгоградская филармония представляет международный фестиваль «День музыки». Концерты фестиваля пройдут на трех площадках. В Волгоградской филармонии, в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и в консерватории имени Серебрякова. Среди участников фестиваля именитые отечественные и зарубежные музыканты. Органисты Даниэль Зарецкий и Лукас Хаслер Австрия. Итальянский тенор Франческо Медда. Певицы Юлия Герцева Швейцария и Ярослава Козина Франция. Кларнетист Данино Мусихин Италия и другие. Подробная программа фестиваля на сайте Волгоградской филармонии. Семья магазинов «Магнит» приглашает на работу продавцов, администраторов, а также поваров. Обращаться по телефону 53-22-71. Стать телеведущим, оператором, монтажером проще, чем ты думаешь. Приходи в школу телевидения телеканала «Волгоград-1». Сделай первый шаг в интересный и увлекательный мир телевидения. Телефон 781696. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О возможном переходе на 4-дневную рабочую неделю заговорили еще в начале лета. Только если в июне эта информация воспринималась как фейк, то сегодня она обретает реальное очертание. Как же относятся волгоградцы к подобной идее, выясняла моя коллега Ольга Терентьева. Отдыхать, как известно, не работать. Однако среди волгоградцев нашлись и те, кто к идее сокращения рабочей недели и дополнительному выходному отнесся негативно. Это глупости. Людям и так негде работать, а вот еще сидеть дома. Я считаю, что это нереально выполнить весь объем работы в течение 4-х дней. На мой взгляд, это некомфортно будет для человека. Другие наоборот, обеими руками за реализацию проекта по переходу на 4-дневную рабочую неделю. Ведь плюсы очевидны. График всегда был 5-2, иногда 5-1. По необходимости выходили и в субботу работали. 4 дня – это хорошо даже для женщины, потому что дети, внуки. Как раз этого выходного не хватает. Два дня мало, а три – самый раз. И производительность труда будет гораздо выше. Но я, безусловно, за при условии сохранения зарплаты в том же объеме, что была до сокращения. А вот это, скорее всего, маловероятно. Согласно последнему проведенному опросу, в регионах подавляющее большинство работодателей почти 76% против перехода на сокращенный трудовой график. Ведь ради 4-х дневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей. А и то, и другое – плохо для держателей бизнеса. И здесь эксперты с ними согласны. Работники, которые будут задействованы в работу в нерабочие дни, они должны, как и сейчас по Трудовому кодексу, получать двойной оклад. И это, опять же, к вопросу о том, что это красивая идея, но достаточно дорогостоящая. То есть оплачивать 3 дня работы по повышенным расценкам, по повышенным тарифам. Ну, во-первых, и не каждый частный работодатель может себе позволить. Но и для государства это тоже дополнительные государственные расходы из бюджета, которых лишних денег там, к сожалению, пока еще нет. Это главный минус 4-х дневки. Что же касается плюсов. Согласно докладу Минтруда, их немало. При сокращенной рабочей неделе у людей будет больше времени на спорт, культуру, отдых и семью. Больше возможностей для личного и профессионального развития. И как следствие может повыситься эффективность труда. Правда, по мнению врачей, все не так радужно. Ведь не все россияне при наличии свободного времени занимаются спортом и саморазвитием. Кто-то предпочитает губительные для здоровья виды отдыха. Птичку жалко. А кто-то находит себе подработку на законный выходной. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того. Я. Да подождите вы, гражданин. А потому на высокую производительность труда после таких выходных рассчитывать не стоит. Может, поэтому большинство разумных работодателей и экспертов надеются, что красивая идея о четырехдневной рабочей неделе останется лишь идеей. Ольга Терентьева, Игорь Радковский, телеканал «Волгоград-1». Настоящие супергерои. Волгоградские студенты стали донорами крови. В регионе проходит акция «Молодой донор». К ней уже присоединились более сотни человек в Волгограде, Средней Ахтубе и Волжском. Наша съемочная группа узнала, почему ребята пришли помочь людям. Владислав Черноризов уже во второй раз дает кровь в Волгоградском областном центре крови. Сначала у него по правилам обязательное обследование, от результатов которого зависит, сможет ли молодой человек стать донором в этот раз или нет. Все показатели Владислава в норме. Поэтому следующий шаг – буфет. Здесь необходимо немного подкрепиться и восполнить запасы жидкости. Чаще всего это некрепкий чай, булочка или печенька. Последний этап – сама процедура донации. Сдача крови занимает 15 минут, а плазмы и тромбоцитов – от 30 до 60. Молодой человек не только сам решился на этот шаг, но и постоянно агитирует друзей помогать таким образом людям. Почему я пришел? Всегда была с детства у меня мечта – помогать людям. Ведь наша кровь может спасти не только жизнь взрослого человека, но и ребенка также. Ощущений каких-то сверхъестественных нет. Всех призываю для того, чтобы сдать эту кровь, потому что это всего лишь расходник, который может восстановиться. Среди студентов, которые решили принять участие в акции, есть и те, кто делает это не впервые. Например, Наталья Волкова, студентка четвертого курса мед. университета, стала донором уже в восьмой раз. Говорит, волнения и страха перед процедурой уже нет. А вот осознание, что потраченный ею час может спасти кому-то жизнь, есть. Я сдаю уже в восьмой раз. Занимаюсь этим с первого курса. Меня привлекли также. И тем самым я сейчас занимаюсь тоже, привлекая первокурсников. Ну, мне очень нравится тем, что это очень просто. Мое здоровье позволяет сдавать кровь. И я помогаю людям. И это для меня очень просто делать. Стать донором на самом деле довольно просто. Нужно обратиться в регистратуру центра крови, где каждому пациенту заводят карту. Но стоит помнить, что есть противопоказания. Одни из них временные. Например, после ОРВИ сдавать кровь можно только через месяц. А вот при осме или болезнях сердца совсем нельзя. Мы привлекаем молодежь для того, чтобы восполнить эту потребность. Это первая очередь. Ну, а во вторую очередь донорство – это почетно. Донорство – это здоровый образ жизни. Потому что донором может быть человек только абсолютно здоровый. Значит, это определенный образ жизни, определенный режим питания. Перечень противопоказаний, он есть на многих информационных сайтах. Он есть на сайте нашего учреждения ГБУ «СВОЦ». Есть на сайте «Донор.ру». Это федеральный сайт. Несмотря на то, что в нашем регионе постоянно проходят акции от центра крови, донора все равно не хватает. На все население области постоянных насчитывается около 15 тысяч, а это мало. Например, сейчас медучреждения нуждаются в первой отрицательной и третьей положительной, а также в редкой четвертой группе. Сабина Савлина и Городковский телеканал «Болгоград-1». Романтичной истории нет. Именно так о выборе профессии рассказывает учитель русского языка и литературы Лариса Рачишвили. Совсем недавно она вернулась с российского конкурса «Учитель года-2019», где стала абсолютным победителем. Сабина Савлина побывала в школе, где работает педагог и посетила урок знаменитого теперь уже на всю Россию учителя. Почему решила быть учителем? Ну, я не решала быть учителем. Это история про то, как не ты выбираешь профессию, а она выбирает тебя. Так и своей профессией рассуждает Лариса Рачишвили. Работать со школьниками она стала всего семь лет назад. Можно сказать, девушка пошла по стопам своей бабушки, которая 40 лет отработала учителем русского языка и литературы. Год назад Лариса перешла работать в 55-ю среднюю школу, директор которой заметил ее преподавательский талант и подтолкнул к участию в ежегодном конкурсе «Учитель года». Победив на региональном уровне, педагог представляла Волгоградскую область на Всероссийском. Да, я выиграла регион, потом поехала на Россию. Три этапа. Первый этап – это урок и внеурочное мероприятие. Выбирают 15 лучших. Я попала в число этих 15 лучших. Потом мастер-класс, второй этап и образовательный проект. По результату этих двух испытаний выбирают 5 лучших. Я снова попала в эти 5 лучших. И уже третий этап – это публичная лекция и разговор с министром. Это сейчас Лариса Рачишвили так легко вспоминает этапы конкурса. Однако это сложное испытание, сравнимое с марафоном. Стоит отметить, что Волгоградка стала лишь седьмой женщиной-победительницей конкурса за всю его 30-летнюю историю. Коллеги и педагоги говорят, Лариса смогла всех поразить не только профессиональным мастерством, но и своей яркой индивидуальностью. Интереснейший человек с различными уникальными мыслями, цитатами и аргументацией своими на идеи. То есть не просто что-то предложить новое, интересное, но и доказать, зачем это нужно и как это можно применить. Хороший товарищ, друг, наставник во многом советует. В беседе Лариса призналась, что сразу после конкурса ей предложили место в московской школе, но она отказалась. Говорит, не имеет права бросить своих учеников, особенно в преддверии подготовки к ЕГЭ. Любовь к детям не остается незамеченной. Школьники обожают педагога и даже во время профессионального испытания поддерживали девушку и болели всей душой. На самом деле Лариса Георгиевна очень хороший учитель, она очень хорошо преподает. Я довольна, что у меня есть такой учитель, очень хорошая педагогика. Она умеет и так как шутить и очень хорошо ведет урок. Несмотря на то, что конкурс «Учитель года» позади, победительнице некогда расслабляться. А сейчас у нее жаркая пора. Постоянные интервью, встречи, поздравления и, конечно, уроки у своих любимых учеников. К слову, в следующем году именно Лариса Рачишвили будет открывать конкурс, который пройдет впервые на Волгоградской земле. Сабина Саблина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». Капремонт. Как же много в этом слове. Для жителей Пугачевской капитальный ремонт, к счастью, не стал чем-то страшным и ужасным, а действительно улучшил внешний вид и коммуникации многоквартирного дома. Работы велись не в рядовой многоэтажке, а в доме, включенном в реестр объектов культурного наследия. Капитальный ремонт дома, которому сто лет. Возможно ли это? Как оказалось, возможно. Дому на улице Пугачевской целый век. Когда-то в нем жил зажиточный царицинский купец Лапшин. За такую долгую историю здание, мягко говоря, поизносилось. Огромные трещины, огромные лопины, не только снаружи, но и внутри в квартирах. Сейчас посмотрим на дальнейшее состояние, то есть после укрепления фундамента, стабилизации всей этой, посмотрим, будет ли дальнейшее движение его, потому что внутри расходились углы, расходились стены. Работы пока не завершены, но рабочие укладываются в срок. По плану, дата сдачи объекта капремонта – 30 октября. На данный момент уже выполнен полностью ремонт фасада, ремонт кровли, заменена система канализации, водоснабжение, система теплоснабжения. Также выполнен ремонт подвала, но там уже проходят завершающие работы. Это единственный вид работы, который остался на доделках. Изящный фасад, передающий исторический шарм здания. Огромные потолки внутри. Живая изгородь, оплетающая торцевую часть дома и яркий, непривычный для современных строений цвет краски. Звучит не как описание дома, которому недавно был проведен капитальный ремонт, а как небольшая зарисовка из рассказа Чехова. Правда, зарисовка стоит почти 5,5 миллионов рублей. Работа велась непростая. Ремонтники восстанавливали объект исторического наследия. Все сложности в том, что здание именно культурного наследия очень старое, и был определенный подход, чтобы сохранить именно потому, что было еще выполнено усиление фундамента, которое затрагивало именно несущую способность дома. Очень аккуратно проводили работы, потому как особое отношение именно к возрасту здания. Волгоградцы, живущие на Пугачевской, с юмором относятся к своему дому. Некоторые перед приходом ремонтников рассказывали, что в подвале обитают призраки и иногда даже сражаются красные и белые. Но строители ничего мистического не встретили на объекте, кроме нескольких монет и изменений, автором которых выступило время. Был установлен факт, что раньше в этом здании оно было как бы повыше, и подвал служил как первый этаж. Вход был в здании через подвал, потому что на фундаменте четко видно входа, которые были заложены. В программу капитального ремонта многоквартирного фонда входят не только дома в черте города, но и в районах Волгоградской области. Приход капитального ремонта в ваш дом можно ускорить. Сроки зависят от дисциплинированности жильцов и уплаченных в срок взносов по капитальному ремонту. В настоящее время на территории региона, в соответствии с требованиями действиями законодательства, действует программа капитального ремонта многоквартирных домов. Данная программа рассчитана на 30 лет. Программой охвачены 11 тысяч 30 многоквартирных домов, общей площадью более 38 тысяч квадратных метров. С 2014 по 2018 год уже отремонтированы 1160 многоквартирных домов на территории 50 населенных пунктов Волгоградской области. В настоящее время в Волгоградской области все чаще регистрируются случаи положительного опыта жителей региона в работе с фондом капремонта. Волгоградцы научились не только активно взаимодействовать с фондом, но и контролировать действия подрядчиков. Такой подход, по словам специалистов, самый верный на пути к комфортной жизни в многоквартирном доме. Диана Бакулина, Игорь Радковский, телеканал «Волгоград-1». Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова давно стал площадкой для интересных экспериментов, которые расширяют традиционное представление о музейном пространстве. Здесь проходят мастер-классы по живописи, практические занятия с психологами. Оставшие традиционными встречи с музыкантами заставляют посетителей по-новому воспринимать искусство живописи. На концерт известного французского музыканта Энтони Лягера зрители пришли заранее, чтобы по-настоящему и глубоко погрузиться в мир, который создает этот художник звука. Здесь представлен ударный инструмент с электронной музыкой. К сожалению, раньше, если вы помните, были фестивали неопознанных движений в Волгограде, где часто были эти новаторские музыкальные эксперименты представлены. В последнее время очень мало это в Волгограде, поэтому мы считали, что это вызовет интерес у волгоградской публики. Энтони Лягер – разносторонний музыкант, композитор, импровизатор и звукоинженер из французского города Нанси. Он обладает необычным музыкальным вкусом. В импровизационной музыке Энтони просматривается влияние сразу нескольких направлений, в том числе ной сырок. В свое время музыкант захотел углубить процесс звукоизвлечения и стал звукоинженером. В итоге изобрел новый для себя музыкальный инструмент. Это не просто ударник, а флейта, она же барабанная палочка, труба и шаманский бубен одновременно, который во время концертов работает словно кисть художника, погружая слушателя в миры космического масштаба, в уголки подсознания, мистику и куда-то еще. Это экспериментальная музыка, довольно-таки популярная в Европе, в США, в Японии, в некоторых других странах. У нас это в новинку, то есть такие концерты достаточно редко проходят, и по крайней мере они, если проходят, в каких-то не таких больших помещениях и в узком кругу зрителей. Побывать на его концертах все равно, что погрузиться в нирвану или обнаружить еще один свой внутренний мир, в который наконец-то найдена потайная дверь и извлечь оттуда что-то новое. В своей работе Энтони как музыкант использует различные звукоизобразительные техники по смешиванию гармонии, ритмов, музыкальных инструментов, имеющих тембральную основу и других звуковых форм. Не всегда зритель понимает, что именно творит Энтони, но это и не нужно. Я пришел с возрастом к тому, что не все можно объяснить и не нужно все объяснять. Главное – чувствовать. Не скажу, что я поклонник Эмбинта, но в данном контексте, в этом месте какие-то подсознания затрагиваются, и какие-то струны души. То есть я вхожу в резонанс. Мне нравится вообще вот это состояние. Концерт Энтони Лягера стал еще и неким дополнением к выставке волгоградских художников Николая Нины Зотовых, часть картин которых – это результат медитаций. Соединяя художественное и звуковое видение, зритель получает особое наслаждение и может сделать вывод. Время и жизнь настоящего искусства и здесь, и сейчас, и вечно. Анна Древню, Татьяна Крючкова, Игорь Радковский, телеканал «Волгоград-1». Волгоградцы ищут любящего хозяина для пса-моряка. Маленький тельняшек, добрый, он еще щенок, но уже успел пережить от травмы и жестокость. Малыша спасли волонтеры, вылечили, и теперь ищут щенку любящего хозяина. С тельняшиком и его спасительницей общалась Диана Бакулина. Малыша нашли искалеченным в Дзержинском районе города. С тяжелейшими травмами он сам приполз к людям, истекающей кровью, и просил о помощи. Значит, тельняшик попал ко мне совсем недавно. Его наши обнаружили на одном из предприятий Дзержинского района. Он туда, можно сказать, приполз, забился в уголок и лежал, дрожал, сорваные раны в боку и с выпавшими органами. Работники предприятия позвонили мне, прислали видео. Естественно, видя жуткое состояние щеночка, отказать я не смогла. Мы его взяли. Успешно была сделана операция. Щеночек поправился. И сейчас мы тельняшку ищем семью. За него очень много переживало волгоградцев, и не только волгоградцев, так как я многих, не всех, но многих выставляю в своих соцсетях. Люди переживают, передают привет и желают здоровья, желают добра, желают найти семью. И поэтому тельняшка, конечно, хочется определить хорошую, добрую семью. На историю тельняшка откликнулись не только волгоградцы, но и люди из других регионов. Наташе писали и звонили. Каждый пытался чем-то помочь. Благодаря таким неравнодушным малыша удалось вытащить. Он пережил непростую операцию и встал на лапки. У него молочные зубки еще не поменялись. Ему ориентировочность сейчас 5-6 месяцев. То есть ему до полугода. Он очень молоденький. Так, и давай животик еще посмотрим, потому что вот у нас были проблемы. Мы делали ему операцию. Но сейчас уже как бы он неделю живет в приюте. Здесь все хорошо, никаких проблем нет. Шовчик спокойный, хороший. Можно пристраивать? Его можно уже пристраивать, да, он полностью здоров. В приюте Наташа десятки собак. У каждой тяжелая история. Избитый, покалеченный, с оторванными лапами и с серьезными травмами. Волонтер вытащила каждую и подарила шанс на новую жизнь и дом. Больше года Наталья вывозит собак из горпитомника. На плечах хрупкой девушки отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск обратно на улицы города. По стечению обстоятельств так сложилось, что в 18-м году, 4 октября, оказывается, потом уже я узнала, что это день бездомных животных, Минюст вручил мне свидетельство о создании благотворительного фонда в помощи бездомным животным, лисенок, который я очень долго к этому шла и который я создала, получается, год назад. Вот 4 октября мы отмечали день рождения нашего фонда. Собакам, которые попали в заботливые руки, Наталья и девушка по возможности пытаются найти дом, чтобы после стерилизации и вакцинации не отправлять животных обратно на городские улицы. В этом году Наталье удалось построить вольеры и переехать с животными на новый участок, где теперь есть специальный ветеринарный кабинет и даже настоящая полевая кухня, в которой варят кашу для собак. Сейчас малыш тельняшек соседствует в вольере с псом-ленчиком и пирожком. Один сейчас отъедается, а второй зорко следит за первыми двумя, чтобы малыши росли и не хулиганили. Но все они с большой надеждой смотрят в глаза приходящим в приют людям и надеются зимние холода встретить в семье. Если вы хотите помочь Наталье или подарить дом тельняшеку, позвоните волонтеру по телефону, указанному на экране. Диана Бакулина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». Десятый юбилейный всероссийский фольклорный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Станица» проходил в Волгограде в течение двух дней. Творческие коллективы из 11 регионов России исполняли старинные казачьи песни, участвовали в мастер-классах и обменивались опытом. Еще в 2001 году, когда ансамбль «Станица» отмечал свой 20-летний юбилей, зародилась идея проведения фестиваля старинной казачьей песни. Было важно показать и зрителям, и коллегам из других регионов фольклорно-энтографический материал, который был накоплен участниками ансамбля по итогам экспедиции в селу и хутора Волгоградской области. Песенный репертуар участников фестиваля «Станица» богат. Это песни донских, терских, кубанских казак. Кроме песенной программы, участники фестиваля провели семинары, круглые столы, творческие мастерские, где состоялся обмен исполнительским материалом и обучением. Как раз и близость казачьей нашей традиции на уровне широко распевной протяжной песни. Эта песня имеет очень протяженную мелодию, непрерывное мелодическое развитие. Они очень энергичны, и в чем-то они схожи, хотя, конечно, есть и разница. Потому что казачьи песни, они призваны поднимать воинский дух. У нас тоже есть такие песни, но все-таки они больше тяготят в семейно-бытовой тематике. Глубина старинных казачьих песен не может не трогать слушателя, ведь все они словно сюжеты из жизни. В них и тонкая лирика, и глубокий драматизм, и покорность судьбе. История увлечения казачьей песни практически у каждого участника также интересна. Я в 1982 году услышал ансамбль Дмитрия Покровского, и меня это задело, и я задал себе вопрос, почему я русский человек, не умею так петь. Я записался в студию при ансамбле, несколько лет там был, и по ходу занятий у меня именно казачьей песней проявился интерес. А потом я уже стал ездить в экспедиции, собирать материалы, Потом стал сам у людей учить, вот сейчас я выйду со своими учениками. Два фестивальных дня порадовали слушателей на сценах Дворца культуры профсоюзов в Волгограде в хуторе Вертячей и Центрального концертного зала. Организаторы Всероссийского фольклорного фестиваля традиционной казачьей культуры «Станица» объединили на своем 10-м юбилейном форуме исполнителей из 11 регионов России – Астрахани, Салихарда, Москвы и Подмосковья, Воронежа и других. И каждый открыл совершенно новые аспекты звучания, глубокое содержание и достоверность исходного материала. Мы требуем, ну, во всяком спросим, чтобы в репертуале обязательно были протяжные песни. Это основа традиционной казачьей песни, протяжные. Плесовые, да, романсы, лирика, да, ну, как казаки говорят, а частушки, несерьезные. А вот такие старины, да, это считалось основой основ традиционной казачьей песни о походах, об истории российского государства. Так что вот это главное условие. Как бы нам это удержать? Потому что все хотят легковесные песни, но в воинской форме, которая пропитана кровью и потом. Ну, как плесовушечки эти, да, махать шашечкой, не знаем содержание, все, лишь бы для красоты. Да нет, то есть к этому нужно относиться серьезно. Казачья традиция – это очень глубокая и серьезная традиция. Казачья песня – это не только идеальное выражение казачьей души, но и истинное отражение судьбы всего Дона. Отсюда происходит и сложная исполнительская драматургия. И поэтому не случайно самыми сложными в исполнении считаются именно донские казачьи песни. Вот эту сокровищницу казачьей культуры и призван сохранить ежегодный фестиваль «Станица». Татьяна Крючкова, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». «Волгоград-1». Субтитры предоставил DimaTorzok Плюс 14, плюс 19 На улице все холоднее и холоднее А в сурских банях продолжается горячий сезон Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд В ванной просто смывание грязи А ты мне говоришь? Да, тебе Ты забыл о русской бане? Брат, ты много потерял Веник в руки, быстро с нами День помывочки настал Ай да баня, наслаждение Пар и запах просто шик В русской банке за мгновенье станет юношей старик Вот что надо для сосудов Вот как гнать холестерин Мы любить до смерти будем Русский веничный экстрим Папа, мне срочно нужен миллион евро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok